Евгения Чирикова Евгения Чирикова Евгения Чирикова в которых включена, к сожалению, моя родина, Россия, и это болезненная тема, поэтому, когда я начинаю учить эстонский с его чудесной, прекрасной, сложной грамматикой, я забываю вообще обо всем, и это мои счастливые часы. К сожалению, у меня не так много возможностей учить язык, я должна работать, вот, к сожалению, а так бы я его учила, наверное, постоянно. Значит, возвращаясь к программе, почему я считаю, что это шикарный подарок? Ну, во-первых, потому что я приветствую любые начинания для помощи в изучении такого благородного дела, как язык. Любой язык, и учить это просто счастье, это погружение в культуру, это погружение в новый мир, и это действительно большая радость для любого человека, я считаю. Поэтому то, что у нас целый год, в честь столетия независимой эстонской республики, Элла Вести, какое счастье, что она независимая, вот, есть такая прекрасная возможность. Изучать эстонский язык с помощью программы, это здорово. Я ее потестировала, честно скажу, у меня было не очень много на это времени. Что мне понравилось? Легко регистрироваться, приятный голос, который с тобой говорит, это не механический какой-то робот, это очень чудесный такой мягкий мужской голос, прям вот ослабляешься, очень хорошо. Что мне еще понравилось? То, что вот то, что я давно исследовала, такая долбилка по изучению новых слов, это очень эффективно. Я бы, конечно, попробовала так еще и английский учить, потому что это для меня тоже актуально. Я сейчас учу два языка одновременно, эстонский и английский. И, честно говоря, вот такая программа для меня сейчас уникальная возможность, хороший шанс. Что я понимаю? Что учить язык только с помощью программы невозможно. Нужно, конечно, учить. И понятно, что особенно такой язык, как эстонский, где очень красивая, но при этом очень сложная, хотя и очень такая логичная грамматика, учить такой язык без учителя вообще невозможно. Но я считаю, что если учитель включит в свой обучающий курс такую программу, это будет вот так вот здорово. Потому что это действительно, это интересно, учить с помощью вот такой программы. Что, мне кажется, необходимо доработать, добавить в эту программу? Но все равно, когда вы изучаете эстонский язык, все равно необходимо учить не в одном экземпляре, как в английском, а сразу в трех. Если мы учим глаголы, то мы учим сразу в трех формах. В форме ма-инфинитива, да, инфинитива и в третьей форме, да. Ипи-ма-ыпи-пи-да-у-пи-да-у-пи-да. Но здесь, может быть, я плохо смотрела, я такой возможности не нашла. А я считаю, что это основное. Иначе вы не построите красивую фразу, если вы будете учить только в одной форме. Значит, и также про существительное могу сказать, что все надо учить обязательно в трех формах. Иначе с существительными в эстонском вы дружить не будете. Но вы все прекрасно знаете, для вас это пройденный. Я очень рада, что программа бесплатная. Потому что для нас оказалось, ну, довольно тяжелым испытанием оплачивать уроки эстонского языка. Оказалось, что это дорого. Сейчас эстонского стоит 20 евро. Если у вас еще есть дети, то умножайте эту цифру на количество детей. А учить эстонский надо как минимум два раза в неделю, а лучше три. Поэтому большая часть моей зарплаты, она уходит сразу на эстонский язык. Дети уходят в школу, мы очень благодарны, у них есть как бы возможность учить язык. Но школа, она старается, мы видим прогресс за три года, но получается пока так, ну, не очень так хорошо. Я вижу проблему в том, что все-таки есть два разных мира. Мир русский, мир эстонский, я считаю, это большая проблема. Я могу сказать по опыту моих коллег, которые тоже были вынуждены покинуть родину, уехали в другие страны. Ну, например, во Францию. Там дети тоже три года, и они уже говорят в совершенстве по-французски. Почему? Потому что есть программа адаптации в школе. Ребенок взрослого возраста, уже в седьмом или восьмом классе, попадает в французскую школу. Причем неважно, какой национальности. Он может быть русский, он может казах быть, он может быть какой-то эстонец. И для него будет на протяжении года специальная языковая база. Он потеряет год, обязательно. Но это как бы плата за то, что вы включитесь за то сразу во французскую среду. Мы очень хотели отдать детей в эстонскую школу. Нас, к сожалению, не взяли. Мы попросились, нам, к сожалению, отказали. Но понятно почему. Потому что это была бы большая нагрузка на школу. Они бы просто не выдержали. Уже таких больших детей взять и обучать это было тяжело. Поэтому сейчас эта нагрузка как бы на семью. Мы должны платить за уроки эстонского. Но я надеюсь, что фонд интеграции ни один такой подарок не сделает. Я очень надеюсь на, например, летний лагеря. Вот моя мечта отправить ребенка в интеграционный летний лагерь. На пару недель, а лучше на месяц. И я бы сама отправилась бы в такой лагерь, чтобы со мной говорили по-эстонски. Я даже спросила, а может быть я могу сходить в эстонскую армию? Потому что я бы с удовольствием выполняла все необходимые упражнения. Но я бы все время слышала эстонскую речь. И это было бы такое счастье. Но мне сказали нет. С твоим русским гражданством, российским, тебя никто в армию не возьмет. Остается только мечтать, вся надежда на детей. Так что я очень рассчитываю, что будут еще такие прекрасные программы. Нам очень нужны летние лагеря. Потому что то, что сейчас есть, это здорово. Но, к сожалению, достаточно. Я вижу, как много сейчас людей, которые вот прям мечтают учить эстонский язык. Огромный спрос на курсы эстонского языка. На бесплатный. Их расхватывают мгновенно. Мне уже не хватило этих курсов. Я бы пошла в это. Если буду, скажите, я запишусь в первых рядах. Почему? Потому что я когда попробовала, мне сразу мои товарищи предупредили. Женя, скорее записывайся. Сейчас раздают бы один изучение эстонского. Я бы бежала записываться. А там осталась только нарва. Мне и Сталина далековато. Это большое расстояние получается. Поэтому мне кажется, что здорово, что меняется настроение людей, которые учат эстонский. Они хотят, хотят, хотят. Люди готовы платить за эстонский язык. И получается такой уже серьезный рынок. Потому что эстонский язык стоит уже дороже, чем китайский изучать, скажу я вам. Китайский дешевле. Эстонский это уже такой серьезный рынок. И люди, которые хорошо умеют преподать этот язык, они себя ощущают хорошо. И на мой взгляд, у фонда интеграции большое будущее. Потому что чем дальше, тем у вас, мне кажется, будет больше поля для работы, для деятельности. Потому что, я думаю, все больше и больше людей будут понимать, какая Эстония классная страна. Как здесь хорошо жить и работать. И как классно учить эстонский язык. Так что спасибо вам большое. Спасибо.